Ой, чуть в школу не опоздала! Привет, Эви! Привет, Димми! Эмили, привет! Какой сегодня чудесный школьный день! Контрольных сегодня не будет! Красота! Привет, Катя! Привет, Эви! Здравствуйте, Галина Ивановна! Здравствуйте, ребята! Катя, здравствуй! Совсем не поздоровалась, а со мной забыла! Так, у меня к вам не знаю, хорошая или нехорошая новость, но сегодня придет медсестра! Сегодня день прививок! Ого! Лучше б я контрольную написал! Я так боюсь прививок! Как шприцом! Ай, кольнет! Галина Ивановна! Может контрольная лучше? Да ну ее, эту прививку! А вот и медсестра! Здравствуйте, ребята! Я ваша школьная медсестра! Проходите ко мне в медицинский кабинет на прививку! На прививку! А-а-а-а! Медсестра! Останьте, кто может! А-а-а-а! Ай! Ой-ой! Медсестра пришла! Ой-ой-ой! Ой-ой! Вы здесь она меня не найдет! Я не хочу прививку! А-а-а! Все спрятались! А мне куда? А мне куда спрятаться? Прячься вот сюда! Фу-у-у! Здорово! Все девчонки попрятались! А я остался! О! Да меня точно не найдут! Ребята, вы что, так боитесь прививок? Это же совсем не больно! Я вам честно-честно говорю! Ребята, вылезайте! Эмили! Эмили, пойдем со мной! Это не больно! Это всего лишь прививка! Ой, а почему у Эмили-то сразу? Нет! Нет-нет-нет! Нет! Нет! Так, ну все, ребята, хватит! Попридурялись? И ладно! Медсестра долго ждать не будет! Давайте все быстро в медицинский кабинет! Эмили! Давай, вылезай! Ай-яй! Галина Ивановна! Ай! Да почему сразу у Эмили-то? Галина Ивановна! Не хочу на прививку! У-у-у-у! Эмили! Хватит! Давай, пойдем в медицинский кабинет! Ну, Галина Ивановна, я не хочу в прививку! Ай, я боюсь! Эмили, ну что такое? Пойдем! Что я тебя тащить должна? Пойдем к медсестре! Ай, не хочу! У-у-у! Эмили, все, сиди здесь! Сейчас я принесу остальных! Ой, вот это день прививки! Дети, дети! Давайте добровольно пойдем ко мне в кабинет! Ну что это такое? Это детский сад! Попрятались! Тимми! Я вообще-то тебя вижу! Давай, вылезай! А то сейчас придет Галина Ивановна и за ногу тебя вытащит! Тимми! Говорю, вылезай! Ну что за ребята? Первый класс у меня такой! Вылезай, вылезай! Пойдем, пойдем, пойдем на прививочку! Ааа! Ааа! Меня тащат на прививку! Помогите! Ааа! Ребята! Помогите! Спасите! Меня схватила медсестра и хочет везти! Ааа! Так, 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 так! Осталось найти еще двоих! Ага! Эви, вылезай! Не, я боюсь! Ха-ха-ха! Ой, так, Эви, Катя, идите в медицинский кабинет, иначе я вам обещаю 50 контрольных в день! Слышали меня? Тебе и тебе! И кучу домашнего задания каждый день! По математике, по русскому, по литературе! Ой, ну думайте сами, мы пошли на прививку! Ух ты, 50 контрольных, ничего себе! Ага, нетушки, я прививку потерплю! Ну, Эви, Эви, да ну, пойдем на прививку, тем более Эмили и Тимми уже утащили! А 50 контрольных, это же, ух, с ума сойти! У меня и мозг-то, пух, и лопнет! Нет, пойдем давай, прививку сделают! Эх, неохота, конечно, пойдем! Ой, ну вот, ребятки, наконец-то вы и в сборе! Устроили вы нам с медсестрой гонки с препятствиями! Все, ребятки, давайте заходите в кабинет, сейчас медсестра подойдет, быстренько сделает прививочку, и ко мне на урок! Я вас жду! Эх, ну что, ребята, пойдемте! А то не пойдем, так за ногу притащат! День прививки! Что ж я сегодня дома-то не осталась? Надо было заболеть! Заранее-то предупредили бы! Никто бы и не пришел! Ну что, ребята, пойдемте все вместе, так не страшно! Ой, точно, ребята! Эви, Тимми, пойдемте все вместе, так будет не больно и не страшно! Эх, ребята, пойдем готовить попы! Сейчас как уколят! Эх, потом стоя на уроке будем сидеть! Стоя! Ну я пошел! Пожелайте мне удачи! И чтобы прививка была не больная! Спасибо! Девочки, я смотрю, вы тут подготовились! Эх, сейчас моя попа придет к вам! Эх, надо так надо! Да, ребята? Ой, а что это? Что это за ансамбль голых поп? Ребята, немедленно одевайтесь! Прививка-то в руку! Ой, вот это вы встали у меня! Ой, молодцы, ребята! Давайте вставайте, натягивайте штаны и садитесь по очереди на стульчик! Будем делать прививку! Реакция манту! Ансамбль голых попок! Первый А! Ой, расскажу Галине Ван, они не поверят! Ой, девочки, встали, попу подготовили! А прививка-то в руку! Надо было хоть спросить у медсестры! А то пока бегали-прятались, так ничего и не спросили! Эмили, вы что там от страха замерли? Одевайтесь! Прививка будет в руку! Я первая тогда медсестра! Такую я не боюсь прививку! Ну вот, Катя, молодец! Я же говорила, это совсем не больно! Пуговка и всё! Ой, медсестра, а что всё что ли? Ребята, я даже ничего не почувствовала! Здорово! Теперь не буду бояться прививок! Особенно которые в руку! Ребята, заходите в следующий! Ну что, ребята, вот такая история у нас произошла! Мы так боялись прививок, что все разбежались! Но потом нас всё равно принесли, кого за ногу, кого за руку! А мы тут попы подготовили, а прививка-то в руку! Ну что, ставьте лайк, пальчик вверх, подписывайтесь на канал Дориналка и смотрите новое видео! И ещё, ребята, напишите, а вы боитесь прививок? Эмили, давай ручку! Оп, и всё! Спасибо, медсестра, и до свидания! Ну, Тимми, твоя очередь! Так! Ой, доктор, я всё равно боюсь, хоть и в руку, всё равно страшно! Глаза закрою, тогда можно? Их! Ну что, ребята, пока! А вы боитесь прививок? Все пришли, а учителя нет! Ребята, может домой пойдём? Что мы тут сидим? А вдруг она заболела? Или вообще не придёт? А? Скучно же! Урок начался, а учителя нет! Тимми, тише! Везде ведут уроки, а ты тут кричишь! Если хочешь, иди домой! А мы посидим, подождём учителя! Она просто опаздывает! Ага, София, умная такая! Я сейчас уйду, учитель придёт и двойку мне поставит! Пойдёмте всё вместе! Всем двоек не поставят! Тимми, Тимми! Да тише ты! Посиди, подожди! Учительница сейчас придёт, и никуда мы не пойдём! Идёт урок! Даже если учителя нет! Ой, какие вы все скучные! Просто невозможно! Учителя нет! Все сидят! Сидят! Мечтают! О! А давайте я буду вашим учителем! Сейчас я вас научу! Уму, разуму! Сидел! Домашнее, наверное, никто не сделал! Еви, ты сделала домашнее задание? Ха-ха! Тимми, учитель! Конечно, сделала! Тимми, поставь мне пять! За что это тебе пять? За то, что ты мне сказала, что сделала? Давай показывай! Где твоё домашнее задание? Я на слова не верю! Пятёрку она захотела! Сейчас я вам напишу на доске всем задание! Будете решать у меня примеры! Так, ребята, прошу тишины! Тишины, я сказал! Сидят, разговаривают! Урок начался! Так, вот я вам написал задание! Давайте! Кто пойдёт к доске? Кто пойдёт к доске? Валера! Валера! Иди к доске! Тимми, да не пойду я! Поставь мне просто так пять в журнал! Как будто я тебе всё ответил! Тимми, учитель! Ага! Тимми, давай слезай со стула учителя, пока она не пришла! Умный какой! Учителем захотел стать! Ага! Сейчас все тебя так и послушались! Ах так! Не знаете, да? Я знал, что вы ничего не знаете! Учу вас! Учу! Они не могут примеры решить! Два плюс четыре! Это всем известно! Будет сорок четыре! Да! Два плюс четыре, сорок четыре! Тимми, да с таким учителем, как ты, никакой учёбы! Разве два плюс четыре, сорок четыре? Учитель, да вы что? Будет шесть! Так, так, так! Кто тут спорит с учителем? Еви! Тебе два! Если учитель сказал, что будет сорок четыре, значит сорок четыре! А никаких тут не шесть! Следующий! Кто? Кто следующий пример решит мне? А? Шесть плюс восемь! Катя! Валера! Два поставлю! Еви! Умная самая! Давай решай! София! Ты же у нас отличница! Сидит, молчит, тоже двойку хочешь, да? Выходи к доске, отвечай! Что у меня тут происходит? Ой! А вот и учительница пришла! Тимми! Тимми! София! Не разговаривай на уроке! Тимми! Тимми! Не Тимми! А Тимофей! Андреевич! Учителя Тимми называй! Ты что? Два поставлю! Так! Ну что? Кто там? Кто к доске? Катя, давай выходи! Учитель тебе говорит! К доске! Решай! Так! Шесть плюс восемь! Жду ответ! Иначе всем двоек наставлю! Сидят тут! На уроке расслабились! Ой, как интересно! Тимми! Тимми! Продолжай! Очень интересно ведешь урок! Ой, здравствуйте! А у нас сегодня Тимми учитель! Вместо вас! Да-да, Еви! Я смотрю! У него прекрасно получается! И примеры написал! И к доске-то всех вызывает! Посмотрим! Ну что, класс! Не готовы опять, да? Опять никто не готов к уроку! Еви! Ты куда смотришь? Что опять за разговор? Ой! Здравствуйте! Я тут... Я... 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 Ребята! Что мне сказали, что учительница-то пришла? Сейчас мне двойку и поставит! Наталья Васильевна! Простите меня, пожалуйста! Я сейчас все на место положу и задание уберу! Просто вас долго не было, и я подумал! А как это быть учителем? Интересно так! Мне понравилось! Простите меня! Не ставьте двоечку, пожалуйста! Тимми, да никакой двойки я тебе не поставлю! А ты сам можешь решить задание, которое написал на доске для класса? Самому решить? Эээ... Так это вы вместо меня ученица, а я все равно учитель? Давайте меняться! Давайте! Вы уже пришли! Давайте я сяду за парту и буду слушать ваши задания! Тимми, нет уж! Взялся быть учителем, будь учителем до конца! Эх! Так, ну что, класс! Никто не знает, да? Сколько будет? Два плюс четыре! Два плюс четыре! Объясняю вам! Два плюс четыре будет... Эээ... Четыре плюс два! Два плюс четыре будет шесть! Запомните, ребята, этот пример! Правильно? Правильно, правильно! Давай дальше! Эээ... Шесть плюс восемь! Шесть плюс восемь! Восемь! Девять! Десять! Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать! Будет четырнадцать! Запомните, ребята, что я вас тут учу! Шесть плюс восемь будет четырнадцать! Все запомнили! Девять минус три! О! Звонок! Ура! Ура! Пельмена! Все, все, я в пользу, мне учитель! Держите указку! Тимми, Тимми! Звонок отпускает учеников с урока! А учитель занимается дальше делами, подготавливается к следующему уроку, готовит методические задания, придумывает задания для класса, заполняет журнал! Ну что, будешь продолжать быть учителем вместо меня? Ого! Не, Наталья Васильевна, держите! Я уж как-нибудь учеником! После урока на перемену убегу, а то журналы, задания... Нет, давайте вы будете учителем, а я учеником! Хе-хе-хе! Ну что, Тимми, думал быть учителем так просто! Ого, а стал учеником! Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новые видео! Пока-пока! Всем привет! 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 Привет, Валера! Тимми, привет! Ого, Валера, привет! А ты куда с таким огромным букетом цветов собрался? Так, Тимми, скоро же 8 марта, хочу подарить этот букет! Ух ты, Валера, я ничего не купил! А кому ты хочешь подарить? Ого, а это секрет! Ого, а это секрет! Ух ты, девочки, вы видели, какой у Валера шикарный букет цветов? Ой, он точно подарит его мне! Он точно подарит его мне! Точно-точно! Катя, ты с чего это тебе? Валера подарит его мне, так как я у вас в классе самая красивая! Челси, а кто тебе сказал, что ты самая красивая у нас в классе? Это я самая красивая в классе! И букет Валера подарит мне, потому что мы с ним дружим! Хм, Катя, ну и что? Дружите! А самая красивая все равно я! Поэтому такой красивый букет можно подарить только мне! Вот увидишь! Хм, девочки, и что вы все заладили? Мне, мне! Понятно же, букет Валера принес мне, как самой умной! Я всегда ему подсказываю! Поэтому букет мой! Можете не ссориться! Хм, самая умная? Нет, такие букеты дарят только самым красивым! Вот заладили! Самым умным, самым красивым! Это букет мне, как самой лучшей подруге! Вот девочки разругались! Валера, так кому букет? Скажи хотя бы мне, я никому не расскажу! Тимми, не, не скажу! Это секрет! А если знают двое, значит знают все! Нет, извини, но не скажу! Увидите сами в конце урока! Ребята, всем здравствуйте! Садитесь, пожалуйста! Итак, у нас урок математики! Будем сегодня решать задачки! Все равно букет это мне! Ай, ай! Катя! Ты что? Как ты не понимаешь, что такие букеты дарят самым красивым? Ну все, успокойся уже! Еще и за волосы дергает! Девочки, девочки, потише! Так, я вам задам условия задачи! Кто знает решение, поднимаем руки и отвечаем! Итак, начнем! В пенале у Оли лежит 13 карандашей! В пенале у Вали на 6 карандашей меньше! Сколько карандашей у Вали? Я знаю ответ! Давай, Еви! Всегда отвечаешь первая! Ну вот, девочки, я же говорила, я самая умная! Букет мой! Что-что, Еви! Сколько карандашей у Вали? У Вали 7 карандашей! Правильно, Еви! Следующая задача! Высота пятиэтажного дома составляет 15 метров, а высота трехэтажного дома 11 метров! На сколько метров пятиэтажный дом выше трехэтажного? Я, я, я знаю! Спросите меня! Давай, Катя, отвечай! Пятиэтажный дом на 4 метра выше трехэтажного! Правильно, Катя, молодец! Пи-пи-пи, Еви! Я тоже самая умная! Так, у Паша было 12 книг! 9 книг он отнес в библиотеку! Сколько книг осталось у Паши? Я знаю! У Паши осталось 4 книги! Валера, это неправильный ответ! Как неправильный? 12 было, 9 отнес! 12 минус 9 будет 4! Валера, ну как это 12 минус 9 получается у тебя 4? Ой, ты с таким красивым букетом цветов! Наверное, весь вечер вчера бегал, покупал цветы, вместо того, чтобы повторять математику, да, Валера? Давай, подумай, подумай и правильно ответь, иначе я поставлю тебе двойку! Надо же, 12 минус 9, 4! Ну вот, Валера точно не любит самых умных! Значит, цветы мне! Так, так почему не 4-то? Я думаю, что 4, это правильный ответ! Другого я не знаю! Ставьте двойку! Ай-яй, как жаль, Валера! Ставить тебе двойку, все-таки придется! А 12 минус 9, кто ответит, сколько в итоге получится книг? Я знаю! Будет не 4, а 3 книги! Еви, так могла бы подсказать! Мне теперь 2 поставили! Ну вот, Еви, букета тебе точно не видать! Не подсказала правильный ответ? Сиди без цветов! Ой, ну вот и звонок! Валера, неси дневник, придется поставить тебе двоечку! Киду, несу дневник! Ой, а куда это Валера понес букет с цветами? Валера, а как же я? Вот, возьмите мой дневник, и это букет вам! Держите! Ой, Валера, это букет мне? Спасибо большое! Ну, Валера, двойку-то я тебе все равно поставлю! Да, конечно! Я же не из-за двойки вам цветы подарил! Я с утра принес и хотел вам подарить! Вот и подарил! А двойку ставьте! Я не подготовился и неправильно ответил! А вас с наступающим праздником! Поздравляем, ребята! Конечно, поздравляем! 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 Ой, как же приятно! Класс, спасибо вам огромное! Валера, тебе большое спасибо! А двоечку приходи исправлять на следующий урок ко мне! Ха-ха! Вот так! Двойка за букет! Хе-хе! Здорово! Девочки, а букет-то был учителю! Хе-хе! А мы с вами чуть не поссорились все из-за букета цветов! Ага! А Валерке еще и два поставили! Эх, знать бы! Подсказала бы! Да-да! Тогда бы тебе два поставили! Ой, Еви! Да ну тебе! Ну что, ребята! Вот такая история сегодня произошла у нас в школе! Ставьте лайк! Подписывайтесь на канал Даринелка! И смотрите новое видео! Пока-пока! Катя, беги чистить зубки! Тебе пора в школу уже! Эх, как мне охота в школу! Бегу, мам! Так, можно быстрее почистить зубки! Скоро ко мне Еви уже зайдет! Так, мы вроде все в пустыне верим! Я выключаю воду! Так, пойду одевать свою школьную форму! Эх, чем бы мне поиграть? Я уже всеми машинками наигрался! Ух ты! Катин рюкзак! У меня в рюкзаке должен быть ноутбук! Пока она еще не ушла в школу, я успею поиграть в какую-нибудь игру! Ой, какой тяжелый у Кати рюкзак! Так, сейчас я посмотрю, ноутбук должен быть там! Нужно, наверное, все высыпать из него? Тогда я найду ноутбук! Так, давайте посмотрим, где там ноутбук! А-а-а, вот он! Ух ты, да это же моя самая любимая игра! Как здорово! Сейчас я чуть-чуть поиграю, а Катя ничего не заметит! Так, вот я почистила, теперь нужно одеть школьную форму! У меня специальная школьная форма! И рюкзачок! А рюкзачок-то пустой! Ребята, вы не видели, кто брал мой рюкзачок? Я же его вчера собирала! А теперь пустой! Макс! Кто тебе разрешил пробовать наш школьный рюкзак? И почему ты все высыпал из него? Катя, Катя, я просто хотела поиграть на ноутбуке, пока ты не ушла в школу! А там у тебя в рюкзаке столько всего лишнего! Еле-еле ноутбук нашел! И сейчас тебе его отдам! Макс, ну ты чего? Какого лишнего? Это все нужно мне для школы! И ноутбук тоже! Катя, ну Катя, не реви! Сейчас помогу тебе все собрать! Макс, пока я одеваю школьную форму, чтобы рюкзак мой был обратно весь собран! То все маме расскажу! Она тебя накажет! Эх, когда же мне так купят ноутбук? Ладно, пойду все собирать! Ну вот, школьную форму я одела, осталось белые сандарки! Мама! Иду, иду, кто там? Ой, Еве, привет! Катя уже собирается, проходи! Катя, привет! Ты уже готова в школу идти? Да, Еве, я-то готова! И с вечера собрала рюкзак совсем необходимым для школы! Только Максиму захотелось поиграть в мой ноутбук! И он весь рюкзак мой выбросил на пол! Теперь собирает! Пойдем посмотрим, как у него дела продвигаются! Макс, Макс, ты собрал мой рюкзак обратно? Макс, ну ты до сих пор играешь! Я же опоздаю в школу! Катя, Катя, ну подожди, мне один уровень осталось пройти! Сейчас я тебе отдам, подожди чуть-чуть! Катя, ведь у меня тоже есть ноутбук! Оставь этот Максу, а мы с тобой одним на двоих попользуемся! Эх, ну вообще так же нечестно! Ну, Максим! Давай тогда помогай нам все другое собрать! Все принадлежности, а я тебе оставлю ноутбука поиграть! Ой, Катя, спасибо! Ты самая лучшая сестра на свете! Я сейчас быстро-быстро все помогу тебе собрать! Сейчас только на паузу поставлю! Все, я побежала собирать! Так, это у нас что такое? Катя, Катя, держи! Только я не знаю, что это! Макс, это линейка, треугольник! Положим его в рюкзак! Катя, Катя, а вот это что такое? А это, Максим, калькулятор! Он тоже пригодится мне в школе! Положу его в рюкзак! Катя, ну это что за колесики такие? Макс, это не колесики, это счеты! На них мы считаем! Их тоже нужно положить в рюкзак! Катя, вот еще какие-то смешные две палочки! Держи! Они тоже были у тебя в рюкзаке! Макс, смешные палочки, это циркуль! Он помогает чертить ровные круги! И карандаш! Ну вот, мой рюкзачок собран! Можно идти в школу! Катя, Катя, я ведь тебе помог! Можно я оставлю ноутбук себе и поиграю сегодня? Хорошо, Макс, но в следующий раз обязательно спрашивай у меня! Я могла сегодня опоздать в школу! А ноутбуком со мной поделится Еви! Ну что, ребята, пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и смотрите новое видео! А мы с Еви пошли в школу! Ух ты, ребята, здорово! Катя ушла в школу, а я могу целый день играть на ее ноутбуке в свою любимую игру! Макс, ты забыл погулять с Рексом, он тебя уже ждет! Мам, ну я взял у Кати ноутбук и хотел поиграть сегодня целый день! Макс, я ничего не знаю, Рекс тебя ждать не будет! Эх, вот так всегда! Игры играми, а домашние дела никто не отменял! Пошли, Рекс! Здравствуйте, Татьяна Юрьевна! Здравствуйте, дети! Здравствуй, Тимми! Здравствуй, Катя! Здравствуй, Еви! Присаживайтесь, начнем урок! Катя, побежали занимать место за партой! Ну что, ребята, сегодня мы будем изучать с вами гласные буквы! Кто пойдет к доске? Эх, куда спрятаться? Я так не хочу к доске! Ух ты, я тоже не хочу, я ничего не знаю, опять вчера ничего не повторяла! Эх, сейчас, наверное, меня вызовут! Так-так-так, к доске у нас пойдет... Так-так-так, к доске у нас пойдет... Угу, Тимми! Тимми, мы сегодня будем изучать букву А! Нужно написать ее на доске, беремелок! Ну вот, опять Тимми, почему Тимми-то сразу? А, Татьяна Юрьевна, почему не Катя, почему не Еви, почему Тимми-то опять в доске идет, а? Тимми, ну у тебя на прошлом уроке была двойка, нужно ее исправить! Я надеюсь, сегодня у тебя все получится! Ну вот, Тимми, вот это буква А! Подходи, смотри, такую букву А тебе нужно написать на доске! Вот этим вот мелком! Ой, ну это легко, это я быстро сейчас нарисую! Татьяна Юрьевна, посмотрите, пожалуйста, у меня правильно получилось, буква А! Да, Тимми, все верно, молодец, садись! Тебе сегодня пять! Вот это, ребята, буква А! Вот так она пишется на доске! Катя, Еви, вы запомнили? Да-да, мы все запомнили! Так-так-так, Тимми, ты можешь садиться на место! Теперь к доске пойдет Еви! Будем изучать букву И! Так, ну вот, Еви, посмотри, вот эта буква И! Ее тебе нужно нарисовать на доске! Беременок! И начинай! Угу, хорошо, вот это буква И! Так, теперь вот так, так, палочка, 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 палочка! Все, я поняла, сейчас нарисую! Ага, буква И! Ой, ребята, я совсем забыла, как ее нарисовать! Смотрела, смотрела, помню, палочка, палочка, забыла! Катя, Тимми, помогите мне, пожалуйста, я забыла, как написать букву И! Ребята, кто мне бзойку поставит, помогите! Так, ну что, Еви, как дела, получается? Да-да, я все помню, сейчас нарисую букву И! Катя, Тимми, быстрее помогите, пожалуйста, подскажите, как написать! Тимми, Тимми, давай напишем ей фу-мастером на листочке, а она также перепишет на доску! Ой, точно, Катя, давай! Ей-Ей-Ей, смотри, вот она, буква И! Смотри, как нужно написать! Ей-Ей, только давай быстрее, а то сейчас Татьяна Юрьевна заметит и поставит нам двойку! Все-все, ребята, сейчас я подсмотрю, ага, все-все, я поняла, сейчас напишу! Буква И! Татьяна Юрьевна, я все! Катя, Катя, убирай скорее листочек, Татьяна Юрьевна идет, сейчас заметит, что мы подсказали Еве! Все, убирай, убирай! Ой, упал! Так-так-так, сейчас Еве проверим! Ага, это буква И, точно правильно все! Ой, а это что такое у нас на полу лежит? Так-так-так, это у нас, наверное, подсказки, да? Сейчас посмотрим, чей это почерк! Так, итак, мне кажется, это Катя! Катя, давай, рассказывай, это твоих рук дело! Ну, Татьяна Юрьевна, я не хотела, я просто хотела, чтобы Еве не получила двойку! И совсем чуть-чуть ей подсказала, как написать букву Е! Ну что ж, девочки-подружки, несите дневники, будем ставить оценки за сегодняшний урок! Вот, держите, это мой дневник! Эх, а это мой дневник! Итак, дневник Кати мы поставим два с половиной! И в дневник Еве два с половиной! Ну что, девочки, я вас поздравляю, у вас на двоих пять! Ага, спасибо, здорово, Татьяна Юрьевна! А у каждой получается по двойке! Ну вот, девочки, видите, как быстро вы научились считать? Два с половиной и два с половиной, на двоих у вас пять! Я понимаю, что вы подружки, но я надеюсь, что Катя, ты подтянешь Еве и научишь ее рисовать буквы саму, а не будешь ей подсказывать! Татьяна Юрьевна, мы все поняли! Сегодня же с Еве будем заниматься дома и попробуем все выучить к следующему уроку! Ну вот, девочки, я очень рада, что вы все поняли! Помогать подружкам, конечно, нужно, но лучше помочь подружке, изучить это, а не с помощью подсказок! И тогда у вас обоих будет по пятерке! Я жду вас на следующий урок подготовленными! Ясно, Татьяна Юрьевна, мы придем и все-все выучим на следующий урок и не будем подсказывать друг другу! До свидания! Пока, девочки, как быстро вы у меня все понимаете, какие умницы! До свидания! Ну что, ребята, пока! Подписывайтесь на канал и смотрите новое видео про Катю и Еве! И Тимми! А мы с Евей пойдем домой и обязательно будем изучать сегодня вечером буквы, чтобы завтра получить по пятерке!